Десна ТВ В Десногорске прошли соревнования по пятангу. Сейчас у них очень высокие игры, поэтому борьба была серьезная. 7 мая в Десногорске состоялся юношеский баскетбольный турнир «3 на 3», посвященный празднику Великой Победы. Спортивный марафон прошел на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». Организаторами соревнования выступили Федерация баскетбола Смоленской области, Смоленская АЭС и региональное отделение партии «Единая Россия». Это уже традиционный вид спорта в нашем городе. И очень радует, что и концерн, и партия поддерживают все направления спорта, в том числе очень сильно поддерживают баскетбол. И самое главное – поддерживают здоровый образ жизни наших детей. Баскетбол «3 на 3» – относительно молодое явление в мире большого спорта. Матчи данного формата проводятся на одной из половин игровой площадки. Короткие десятиминутные схватки до предела насыщены драйвом и азартом, что привлекает как игроков, так и зрителей. Баскетбол «3 на 3» раньше был больше любительский, не имел серьезного статуса. Теперь он является олимпийским видом спорта. И уже отношения в России и в целом поменялось. Активный, динамичный вид спорта, да, и в течение дня сыграешь ни одну, ни две, а там достаточно много игр. На площадке встретились 96 спортсменов в составе 24 команд. Среди них юноши и девушки из Рославля и Десногорска. За чемпионские титулы спортсмены сражались в двух возрастных группах – 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения. Во всех категориях победу одержали десногорские команды. Золото завоевали «Томики», «Импульс», «САЭС-Юниор» и «Росэнергоатом». У гостей соревнования – шесть призовых мест. Победителей турнира наградили кубками и памятными призами. Несмотря на то, что команда из других городов сильнее, мы не сдаемся, играем и стараемся стремиться стать лучше. Участники игр еще раз доказали, что соревнования в память о воинах Великой Отечественной войны очень важны и необходимы. По мнению игроков, почтить память тех, кто сражался за мирное небо над головой – благое и важное дело. В честь праздника Великой Отечественной войны сделали хороший чемпионат между разных возрастов. Команды были относительно сильные. Нужно верить в себя. Мы верили в свою команду и победили. В рамках марафона «Победы» 15 и 16 мая пройдет открытый турнир по баскетболу Смоленской АЭС. Десногорские спортсмены встретятся с командами из Рославля, Смоленска и Калуги. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В 76-й годовщине «Победы» было посвящено еще одно спортивное событие. 10 мая на специальной игровой площадке в 4-м микрорайоне прошло открытое первенство Смоленской АЭС по игре в питанг. Игра в шары была организована при поддержке профсоюзной организации Смоленской атомной электростанции и администрации города. В соревновании приняли участие 15 команд по дуплетной системе. Среди них мужские, женские и смешанные пары. Соревнование проходило по швейцарской системе в 4 тура и продолжалось более 5 часов. В Десногорске уже второй год организована и существует организация питан-клуб долголетия. Основной костяк которой являются ветераны Смоленской АЭС. И приходится находить возможности, где нам играть зимой, летом. Профсоюз Смоленской АЭС помог нам с арендой помещения. И теперь мы можем круглый год играть в эту увлекательную игру питанг. Победителем стала команда Виктория. Второе и третье место у команд БИС и БОС соответственно. Как отмечают участники соревнований, в последние годы уровень игры в питанг в Десногорске значительно возрос. Эти 15 команд, у них можно было, конечно, даже увидеть, как они играли год назад и как они играют сейчас. Сейчас у них очень высокий уровень игры, поэтому борьба была серьезная. Принять участие в игре может любой желающий. Главное в ней – выносливость, терпение и меткость. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. А теперь коротко о погоде. 14 мая в Десногорске облачно, ожидается дождь. Днем температура воздуха плюс 13, ночью плюс 9. На сегодня выпуск завершен. С вами была Ксения Ложкова. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова